Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал XGED пришел вопрос. Вредна ли сентиментальность и чем она отличается от сострадания истинной христианской любви? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне надо прочитать три стиха из первого послания Коринфянам апостола Павла. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы он мог судить его? А мы имеем ум Христов». Сентиментальность – это восприятие христианской веры на уровне души, душевных переживаний, эмоций. И мы для того, чтобы понять, что это не имеет прямого отношения к действительно духовным каким-то переживаниям, можем взглянуть на канонические иконы, византийские или русские, древние иконы, на них вообще нет эмоций, на них нет сентиментальщины никакой. Она есть на картинах западноевропейских прекрасных живописцев, великих, которых мы все почитаем как художников. Но если это молильный образ, то я вот, например, нашел только два случая, когда изображается горе. Это когда изображается три случая, простите, «Не рыдай меня, мать», икона, где Матерь Божия снимает, сняла уже со креста своего божественного сына. Это горе на иконе оплакивания, когда с воздетыми руками кричит буквально Мария Магдалина. И это ангелы у распятия Господня, которые собирают в чашу, извергающуюся из ребра, кровь Христову. Вот у них изображены плачущие лица. Больше никогда ни одна икона древняя не изображает никаких эмоций. Никакой сентиментальщины нет. Потому что христианин призван пройти в своей вере через этот уровень нужный и важный своего бытия и взойти и стать человеком духовным, прорасти через душевного, стать духовным, о котором и пишет апостол Павел. Это не всегда совершается сразу. Иногда это совершается долго. Например, человек любит классическую музыку. И вот вдруг ему страсти по Матфею, Баха, открываются именно как религиозное произведение. Это душевное переживание. Оно должно перерасти в духовное. Известно замечательное совершенно описание, которое оставил нам отец Сергий Булгаков, который, встретив Сикстинскую Мадонну в Риме, вот эту знаменитую картину Рафаэля, он пережил необыкновенный совершенно религиозный подъем. Для него открылось очень многое. И те переживания, которые он там описывает, они в основном сентиментальные. Прошло много лет, и он напишет статью, где будет сравнивать Владимирскую кону Божьей Матери, если я не ошибаюсь, с Сикстинской Мадонной. И писать он уже будет эту статью как человек духовный. Он скажет, вот это прошло, я сейчас не могу уже молиться, и для меня вот это полотно великого Рафаэля уже ничего не открывает. Но когда-то оно мне было очень нужно. Спасибо бы Рафаэлю за это. Но сейчас, для того, чтобы молиться, мне нужна каноническая икона. Вы знаете, у меня посчастливилось быть в Риме 15 лет назад. И я обратил внимание, что среди вот этих великих памятников тут тебе Пентурикио, тут тебе Караваджо. Все висит на тех местах, куда повесили их, когда писали, что для нас в России, конечно, вызывает просто восторг. А вот на центральных аналоях лежат репродукции русских или византийских икон, наклеенные на деревяшечку и залаченные. И когда я об этом спросил своего знакомого архимандрита одного, который очень много по роду своей службы знаком был, с большим количеством монашествующих, то есть людей, молящихся, католиков, он сказал, что в кельях у них у всех или Владимирская, или Спас нерукотворный новгородский, или какая-то византийская икона. И на вопрос, почему, они отвечают, что перед нашими картинами великими очень хорошо размышлять, а вот молиться нужно перед вашими иконами. И вот эта разница как раз между сентиментальщиной и настоящей духовной жизнью. Но, повторюсь, человек может зацепиться и уверовать через сентиментальные переживания, но потом он призван взойти к настоящим духовным переживаниям. Но проявить свою любовь, милосердие, сострадание он может и на начальном этапе своего церковления, и в конце. Поэтому нельзя ответить на вопрос, какие из этих переживаний истинные. В какой-то период молоко, в какой-то период твердая пища. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!